Следующие две площадки у нас традиционные тоже. Первая — это лесные богатства для людей. Тема, которая для Дальнего Востока и для Хабаровского края исключительно важна — это вопрос сбора дикоросов, и прежде всего даже не сбора и переработки, а возможности гипотетической, к сожалению, часто возможности это делать. Потому что пока на законодательном уровне, к сожалению, многое еще нам предстоит сделать в этой области. И я хотел бы предоставить слово первому заместителю, председателю Законодательной думы Хабаровского края, моему сомодератору Юрию Федоровичу Матвееву, какие результаты получились у площадки и что мы должны по пунктам учесть в нашей работе законодательной? Уважаемый Николай Петрович, уважаемые участники лесного форума, я хотел бы все же те пожелания, которые прозвучали от участников нашей площадки, передать всему форуму, организаторам. Люди благодарили и говорили, передайте самые горячие слова организаторам этого форума, поблагодарите за то, что наконец-то состоялся тот разговор откровенный, который нужно было провести еще немного раньше. На нашем форуме действительно, вернее площадке действительно обсуждалось очень важные проблемы, лесные богатства для людей. Это о многом говорит, кстати. Дело в том, что Дальний Восток это 6,5 миллионов квадратных километров, это одна треть всей России. А наш Хабаровский край, вот если говорить, это почти 800 тысяч квадратных километров, это около 80 миллионов гектаров земли. На этой земле почти на 20 миллионов гектаров произрастают вот эти самые дары природы для людей. И говоря об этом, надо сказать, я просто приведу одну цифру для начала. Вот в середине 80-х годов только три территории. Приморский край, Хабаровский край и Сахалинская область производили, собирали, перерабатывали до 9 тысяч тонн дикоросов. Включая сок, включая ягоды, грибы, орехи. После 2000 года, где-то на 5-й год, сегодня еще хуже, мы с дикоросами собираем, перерабатываем в 10 раз меньше. Ну, где-то чуть больше тысяч. Ничего не изменилось. Леса остались, площади остались, люди остались. Изменилась правовая база. Сегодня универсальный подход к правовой базе, он заключается в следующем. Дикоросы могут собирать физические лица для собственных нужд. Ну и частично баночками обочине дороги продавать. То, что излишки. И могут организованно промышленным сбором заниматься организации на основании аренды лесных участков. Вот здесь наступает самый главный момент. Природа, она мудрая, ее не обойти. И вот дикоросы, ягоды, грибы и прочее, они произрастают сезонно и циклично. Вот если мы говорим о сельскохозяйственной угодье, пахотной земли, мы говорим, все воборот, обязательно земля не должна истощаться. Он, правда, не всегда соблюдается, но все равно об этом ведет разговор. А вот природа, она безжалостно говорит. Вот сегодня, в этот сезон на этой земле родится урожай, а потом два года отдыхает эта земля, и ничего не родится. А в аренду взял человек, а там ничего нет. А на сотки не соберешь бруснику, не соберешь клюкву, не заберешь жимолость, не соберешь голубицу. Надо брать большие гектары, а это огромные затраты. Уходить от этого. Вот мы пытались уходить от этого в 2015 году, в начале года. Мы, Краевая дума наша, вместе с депутатами Государственной думы разработали законопроект. Внесли его, получился номер. Его обсудили на площадке, парламентской площадке в Думе. Была создана рабочая группа, обсуждала этот законопроект. Эксперты работали. Вроде бы, вот Иван Владимирович ушел, они тоже принимали самое активное участие, Рослесхоз. Вроде бы, все созрело для того, чтобы наконец-то принять и запустить тот системный подход к сбору дикоросов. Но вот 22 мая Государственной думе этот законопроект был окончательно отклонен. И сегодня шел разговор на площадке нашей, а когда мы наконец получим тот подход, который бы позволил, ну то есть и поправки законопроекта, позволил бы активизировать, хотя бы поднять до того уровня, что было. А я думаю, что сегодня можно и больше это все, значит, увеличивать. Сбор дикоросов для людей, для нашего внутреннего рынка. И я не боюсь сказать, что наши дикорастущие пищевые, значит, продукты пользуются огромным спросом за рубежом, на экспорт. Ну, вот я уже приводил пример. Взять наш папоротник. Мы его собирали только в Хабаровском крае до 2000 тонн. Не просто потому, что вот он, значит, нечего есть, а просто он пользовался огромным спросом. А вот на Западе, кого не спросишь, вы папоротник пробовали? Нет, никто его не знает, откровенно говоря. Но он, все дальневосточники-то его знают. Он по вкусовым качествам исключительно востребован. Он действительно востребован. Так вот, о дикоросах наших можно говорить очень долго. Ну, возьмем осень, когда заходишь на урожайные сопки, где аллеет брусника. Ну, просто все сопки покрыты. Но это все уходит под снег. Это же ничего не собирается. Человек там с коробом приходит, два ведра набрал и уходит. И все. Ему больше не надо для своих собственных нужд. А это все то богатство, которое и стоит миллиарды рублей, не боюсь этого слова назвать. Потому что на этой территории, а вообще у нас в России, значит, биологические запасы дикоросов, они оцениваются в миллионы тонн. Это не просто, значит, какие-то слова. И вот, чтобы вот эту систему наладить, надо, конечно, запускать поправки в законопроект. Но стоит вопрос, под кого должен работать тот закон, который должен появиться? Под какие структуры? Конечно, под организованные структуры. У нас с вами за это время, за последние, особенно 10 лет, очень здорово поднялся малый и средний бизнес. Кооперация сельскохозяйственная поднялась. Начинает, ну, правда, очень медленно поднимать голову потребительская кооперация. Вот под эти структуры этот новый законопроект в плане поправок к лесному кодексу, и он и должен сегодня родиться. Это вот этот первый вопрос, который очень предметно и очень, так сказать, заинтересованно обсуждался на нашей рабочей площадке. Пришли к выводу, что желательно бы, чтобы при Государственной Думе была организована межведомственная комиссия, которая бы жестко взяла в руки этот вопрос, наработала законопроект. Он бы обсудился на федеральных округах, и в этом году, не боюсь этого слова сказать, этот законопроект мог обкататься и выйти на предмет принятия. Это реальная, значит, основа. Еще раз хочу сказать, этот вопрос поднимается постоянно, не просто периодически, а постоянно обостренно уже на протяжении последних 10 лет. Потому что все территории хотят, чтобы эта работа была оживлена, и она того и стоит. Ну, у нас сегодня, вот, допустим, в Хабаровском крае, в сельской местности, живет 250, около 250 тысяч населения. Многие поселения, где в свое время были леспромхозы, деревопереработка, леспромхозы ушли сегодня, технологии поменялись, значит, все это дело, значит, от деревень отошло, люди остались без загрузки. Это прямая работа людей. Хочу сказать, сезонность, она здесь не помеха. У нас следующий вопрос, который стоит, это заготовка дров, заготовка древесины под строительство. Вот вторым вопросом, который у нас особенно в остроте тоже поднимался, это дальневосточный гектар. Дальневосточный гектар у нас сегодня набирает силу. Здесь кто бы как ни относился к этому гектару, но он востребован. Люди берут его. Сегодня, если кто желает, может проехать и посмотреть. Началось освоение гектара. Каждый осваивает по-своему. Но сегодня действительно в остроте встал вопрос. Ну, помните, наверное, после военные годы, 50-е годы, когда индивидуальное деревянное строительство имело большой размах. Вот с дальневосточным гектаром сегодня индивидуальное деревянное строительство тоже начинает набирать силу. Люди придут, заявят свои 150 кубов на строительство жилых домов на вот этих гектарах. А их не одна тысяча. У нас только в крае около 9 тысяч уже зарегистрированных, значит, этих дальневосточных гектарах. А по всему Дальневостоку еще больше. К этому тоже надо нам готовиться, потому что дальневосточный гектар, он действительно сегодня все востребование, востребование и все более и более осваивается. Следующий вопрос, который, ну, никак нельзя было его в остроте не воспринять, это пчеловоды. Эта отрасль, она была тоже в свое время очень обширная, очень значимая. И предмет производства, это мед, он был глубоко востребован. Сегодня пчеловоды это индивидуалы. Люди, которые приспосабливают свои пасеки там, где они облюбовали, договорились, значит, кочевые пасеки, ну, меньше, конечно, стационарных пасек. И вот пчеловоды сегодня тоже хотят объединиться, чтобы решить свои проблемы. А какие у них проблемы? Ну вот, Анна Шафран уже говорила, что на их площадке встал вопрос. Липа. Почему липа? А вот дальневосточная пахучая липа, именно пахучая, она вот приемлема только на нашей дальневосточной земле. Приморский край, Хабаровский край и немножко Амурская область. Мед липовый, он производится только здесь. Спрос на него огромный, его с удовольствием забирают повсюду. И сегодня встал конфликт интересов. Липа действительно востребована, как лесопромышленная, значит, база, и липа востребована пчеловодами. Люди и там, и там приходят куда? Там, где доступнее, там, где транспортная схема. И пасечники приезжают, и лесозаготовители приезжают. Они примерно в одни и те же места. Так вот, разрулить эту проблему действительно надо только с учетом того, где должны заниматься, значит, пчеловоды, и где можно производить, значит, заготовки этой древесины. Полностью исключить липу, допустим, ну, вот мне приходилось бывать, значит, в детских домах, приходилось, значит, в домах-интернатах, инвалидов. Вот поделки из липа, они просто завораживают. Липа – дерево, которое поддается хорошо обработке, резьбе, и люди с удовольствием занимаются этой работой. Я не говорю, что только для этого липа нужна. Ее с удовольствием забирает Китай, перерабатывает и пошел дальше туда. Значит, в Японию, в Корею, в Индонезию, и уехала эта наша липа из кругляка, значит, уже в те переработанные изделия. Поэтому здесь надо очень четко посмотреть, а где, кто и почему. Если мы липу продаем в кругляке за рубеж, неправильно, абсолютно неправильно. Потому что из нее делают и с добавленной стоимостью продают в несколько раз дороже уже изделия. Поэтому пчеловоды у нас поставили очень, как говорится, вопрос ребром. Приморцы и хабаровчане 10 июня провели здесь, у нас на Хабаровской земле, свое собрание. На предмет создания единой дальневосточной ассоциации, которая бы решала вопросы. Вот о чем я говорю. О вырубках. Главный вопрос все же о экспорте меда. Сегодня единоличники никогда не пробьются на рынок экспорта. Да и даже база. Вот что такое реализация меда через торговую сеть? Надо иметь сертификацию, надо иметь, значит, мандат качества. А у нас только вот сегодня в Хабаровском крае первая лаборатория, которую купили мы, краевой министерство сельского хозяйства, начинает обживаться. Для этого, значит, вопросы качества, они в таком плане масштабно мы не осуществлялись. А без этого какая реализация может быть? То есть вопросы из вот такого единичного характера в более направленное промышленное производство, они сегодня встали и в этой отрасли. Ну и вопрос, который никак не обойти, это вопрос заготовки дров и вот о чем я говорил, древесины для строительства. Вот первый вопрос, вернее, первая часть, как всегда, решается очень хорошо, а вторая часть, она вообще-то выпадает при решении вопроса. Заготовка дров. Ну, в селах живут много людей, да и некоторые, значит, вокруг города уже тоже дровами пользуются. Вопрос выделения, значит, разрешений на заготовку дров решается сегодня в лесхозах элементарно. Мы уже добились, что лесхозники едут сами в поселение и оформляют эти документы. Получив за 3 рубля куб документ, заплатив за 15 кубов, ну, у нас в большей части 15 кубов, там около 50 рублей, человек становится хозяином вот этой, значит, бумаги. А куда ему дальше идти? Деревня стареет, деляны, которые выделены за 50-60 километров, и вот с этой бумагой он не знает, куда идти. Дальше пути нету. В свое время когда-то и лесхозы занимались заготовкой дров, и лесозаготовители занимались заготовкой дров. Сегодня лесозаготовители свои, значит, тонкомеры и все прочее не очень-то стараются, значит, вывозить из лесов, их просто там оставляют. А эту систему тоже надо налаживать. Тоже надо налаживать. Кто должен заниматься этой централизацией? Скажут, конечно, на местах есть, значит, районы, есть администрации этой работой должны заниматься. Но я думаю, что это вопрос комплексный, потому что сегодня лесникам, вот нисколько не обижая наших, значит, руководителей лесных хозяйств, просто вопрос, он так действительно стоит. Когда разыгрываются деляны для, значит, лесозаготовок, они выбирают и оттесняют, значит, вот туда, куда должны прийти на заготовку дров. И это все уходит, уходит и уходит, значит, все дальше и дальше и дальше. А деревни-то они остаются, им все равно надо топиться, не все переходят, значит, на уголь, не все переходят на газ, потому что газ еще надо тянуть, надо строить и все остальное. Юрий Федорович, ну вот эти вот все предложения, они там сформулированы, да, у вас, чтобы передать, и, соответственно, уже мы дальше рассматривали. Мы, я не хотел раскрывать, чтобы, так сказать, мы сейчас прорабатываем с некоторыми лесхозами в зимний период, когда снег накрыл в лесах, меньше ухода, меньше пожара, не существует пожара, все, чтобы люди тоже были заняты и заготовкой вот этой занимались. Некоторые соглашаются это всем. То есть есть подходы, но полномочий у них этих нет, поэтому вот это вот все надо как-то сочетать. Ну и вопрос, вообще-то, я вот, когда у нас на площадке выступил, значит, руководитель Санкт-Петербургской торговой биржи, да, с удовольствием восприяли это дело, потому что твердо сказал, что на этой площадке биржи можно заниматься и экспортной реализацией вот этой продукции дикоросов. В том числе и меда, вот. Ну это первый, как говорится, хороший вот такой вот посыл. Дай Бог, чтобы это все было. Дело в том, что экспортом у нас вот дикоросов и особенно меда, ну никто не занимается, откровенно, а в одиночку просто не пробиться. Это точно. Спасибо большое. Спасибо, Юрий Федорович, действительно много тем. И, наверное, вот это направление, оно одно из самых таких, ну, пока еще сырых, что называется, с точки зрения законодательства. И нам, конечно, очень много предстоит делать. Спасибо.